Всех приветствую на моем канале. В данном видео я расскажу, как заменить SSD-диск и, конечно же, ключевой момент, как восстановить систему из сохраненного образа Acronis True Image. Давайте вкратце расскажу, что же произошло. Итак, новогодние праздники, 1 января, просыпаюсь я с утра где-то там в 6 утра. Тут надо на компьютере набрать, так скажем, текст, обработать некоторые данные. И что же я получаю? Синий незагружающийся систему, далее синий экран и так далее. Вот. И выяснилось, что все-таки SSD-диск, все под замену. И вместе с тем нужно восстановить систему и данные, которые хранятся в данном разделе. Итак, до этого у меня установлен был SSD Silicon Power. Вот, 256 гигабайт. Так, вот у нас такой A55 маркировка. Вот. И, соответственно, конечно, безусловно безопасно никак. В запасе Toshiba. Соответственно, у нас OCZ TR200. Так, я закрыл. Прошу прощения. Вот. И, соответственно, заменил и восстановил данные из образа. То есть, я периодически сохраняю резервную копию с помощью программы Acronis True Image. То есть, создаю образ всего раздела системного. То есть, там и главная загрузочная запись Master Boot Record. И весь образ системы данных, которые находятся на данном SSD-шнике. Почему это важно? Потому что, если у вас есть резервная копия, соответственно, вы можете в случае замены диска быстренько восстановить систему. Либо же, если у вас есть аналогичное оборудование, восстановить образ. Но, даже если железо, так скажем, устройство отличается, в программе Acronis True Image, конечно, не во всех версиях, есть кнопочка волшебная Universal Restore. То есть, это универсальное восстановление. То есть, к примеру, у вас образ создан в одном, в одной системе. То есть, где установлено одно железо. А восстановить можно то есть, там, где установлено другое железо. Благодаря такой опции. На всех версиях есть, но про это много-то применяет данную опцию, чтобы восстановить. Итак, меньше слов, больше дела. Давайте перейдем к самому процессу. Приятного просмотра. И всех поздравляю с новогодними праздниками. С наступлением 2022 года. Крепкого вам здоровья. Будет здоровье, остальное все будет. Давайте приступим. Приятного просмотра. Итак, для начала я отключу питание. Так, дисков. Так, и извлеку данную корзину, на которой держится у меня и жесткий диск, и твердотельный накопитель. Ну, корпус у всех разный. Вот мне вот корзина устроена вот таким образом. Сейчас отключу. и извлекаю корзину. И, соответственно, отключу еще винты, на которых держится твердотельный накопитель. Так, сейчас отключу твердотельный накопитель. Вот у нас крепится на винтах. Еще раз. И снимаю. Теперь твердотельный накопитель. Так, у нас на салазках. Ну, чтобы было проще снять, можно было, конечно, открутить и тот жесткий диск. Тогда все это было удобнее. Так, сейчас откручиваю твердотельный накопитель. Раньше стоял Solid... А, Silicon Power. Ну, то есть, SDD. То есть, вот, твердотельный накопитель. Сейчас отключу. Вот салазок. И, сразу же, есть замена. Тошиба. OCZ TR200. Вот такой поставлю. В замену этому. Сейчас сначала открутим. И затем нужно будет накатать резервную копию, то есть, образ системы на данные твердотели. Накопитель новый, который установим. Так, сейчас сняли салазок. Такой компактный, да? Убираем стороночку. Так. Успаковываем. Успаковали. Соответственно, твердотели на копите. Здесь у нас есть отчастие подкрепления. Так, и установим, и снова закрутим. Так, теперь прикручу салазку к корзине. Ну, чтобы контакты были вот обращены в одну и ту же сторону. Так, сейчас сопоставим отверстие здесь. Вот. И закрепим. Так вот, закрепили мы. Так, я вот так закрепил. Вот этот твердотельный накопитель это ржавский диск, который также использую, на котором хранят данные. Вот. Теперь корзину снова ножа будет прикрепить обратно. Ну, крепление у меня осуществленно все это держится, как, так скажем, на рельсах. Вот сопоставляется крепление на корпусе. Так, вот так вот задвигаем аккуратненько до упора. Вот. Задвинул и теперь закручу данный вент. Готово. Так, осталось только подключить. Здесь я подключаю соответственно свой жесткий диск. Я их, чтобы пометил. Так. Так. Это у нас уже твердотельный накопитель. Все, сейчас я закрою уже крышку. Закрыл крышку. А теперь, что я делаю? Вот у меня тут загрузочная флешка с образом Acronis True Image. Это у нас док-станция, куда я помещу мне есть резервную копию системного диска, ну, то есть, на которой скопированы данные. Вот. И установлю его в док-станцию и восстановлю образ резервной копии на новый жесткий диск. Новый жесткий диск уже отформатирован, проверен. Ошибок на нем нет. Устанавливаю резервную копию жесткий диск. Установил. Тут у нас резервную копию. Сейчас я включу компьютер, зайду в настройки BIOS и укажу загрузку именно загрузочной флешки AcronStoryImage, где у нас образ есть для того, чтобы восстановить образ Windows данных, которые есть на этом диске с данного резервной копии. так, включаю компьютер. У меня комбинация F2, а я нажал F2 для того, чтобы зайти в меню настройки BIOS. Так, в параметрах BIOS нажимаю Boot, вот я указал у меня флешка, да, SendDisk, на котором есть образ соответственно, образ на основе Linux для восстановления данных, да, вот, я укажу его, то есть с него я произвожу загрузку, так, выхожу и сохранить изменения, да, сохранить изменения, теперь мне компьютер загрузится с загрузочной флешки, где есть Acronis True Image, благодаря которой, то есть благодаря этой программе образу я восстановлю данные с резервной копией. Так, он спрашивает, что запустить, Acronis True Image, вот мне нужно, нажимаю единичку, идет загрузка, далее, восстановить, мне нужно восстановление, поэтому я нажимаю восстановление, местоположение резервной копии я указал, я нажимаю восстановление дисков, так, архив уже выбран, то есть 2 октября 2021 года, нажимаю далее, мне нужно восстановить все, то есть и загрузочная область, и данные, то есть я нажимаю диска оденут, и мне нужно будет все оттуда восстановить. Так, он проверяет. И я убираю диск, на который мне нужно образ восстановить. Вот параметры, что я буду восстанавливать. Можно открыть параметры. Приступить. И можем нажать выключить компьютер после завершения сессии, операции. Я так нажму, и после того, как процесс восстановления будет завершен, компьютер мне выключится автоматически. Я могу пока заняться своими делами. Кронистоу Имидж выполнят задание. Скоро будет готово. Осталось менее 40 секунд. Восстановление MBR. Мастер будет рекорд. Главные загрузочные записи. Да, мы можем нажать завершить работу, либо же он по истечении таймера сам выключится. Так, я могу уже выключить док-станцию. Образ изъездной копии уже восстановлен. отключаем загрузочную флешечку. Так, убираем. Снова включаю компьютер и захожу на строки BIOS нажатием образ boot. Так, на строках BIOS я укажу загрузочную опцию Windows Boot Manager. У меня диск сейчас нашиваю. TR200. так, и вот Windows Boot Manager. Exit. Выход и так, перезагрузка. Теперь он перезагрузится и должен загрузиться уже с интервью датильного накопителя, куда мы восстановили образ Windows. Загружается Windows. Так, колонки были выключены, поэтому звука не было. Так, переведу язык на английский и введу пароль. Ввел пароль, нажал Enter. Добро пожаловать. Юхоп. У меня, получается, восстановлен именно образ октябрьский. Загружается антивирусный продукт. Отлично, проверю. Амкулятор. Все запускается. Так, запущу проводник. Вот у нас жесткий диск. Еще такой момент, что у меня предыдущий жесткий диск был на 256 ГБ, новый на 480. есть. И, соответственно, у меня соответственно, получает, видите, 144 ГБ из 238. То есть, есть нераспределенное пространство. То есть, я могу, в принципе, расширить том, либо оставить так же, либо создать новый том под другим управлением компьютером. Панель управления, управление компьютером, я могу здесь расширить раздел управления дисками. Вот у нас, видите, есть нераспределенное пространство. То есть, это мой вот образ, который мы восстановили. И может расширить дом. Вот есть кнопка расширить дом за счет вот этого нераспределенного пространства. Мастер расширения дома. Так. И у нас вот есть нераспределенное пространство. Вот. Теперь мы расширили раздел. Теперь все в порядке. Можем сейчас открыть. Так, расширили там 352 гигабайта свободно из 446 гигабайт. Вот. 1 января. Такая была инструкция. Всегда заранее все предусматривайте. Создавайте резервную копию, потому что могут возникнуть разные обстоятельства. И всегда нужно, так скажем, прокачивать свои навыки. Резервную копию это основной момент. То есть, чтобы, так скажем, без стресса работать, работать, продолжать свою работу. Так скажем, непрерывная деятельность. Вот. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного видео. Ставьте пальцы вверх. Делитесь информацией. Всем желаю крепкого здоровья. Всем удачи. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok